Ну а сегодня мы с вами поговорим о такой проблеме, как замощение плоскости плитками. Очень-очень замощение плитками, она очень наглядная проблема, то есть ставится такой вопрос, вот вы пришли, допустим, в магазин, и вам нужно выбрать какую-то кафельную плитку определенного вида, чтобы потом, например, ну где-нибудь в ванной, да, ее выложить этой плиткой весь пол. Ну будем считать, что пол бесконечно большой, да, для простоты, так математики всегда делают, если есть какая-то там задача, сразу доводят ее до максимального, до максимальной общности, или как некоторые скептики говорят, до максимального абсурда. В общем, у нас перед вами находится пол бесконечного во все стороны размера, и есть какой-то вид плитки, какая-нибудь там рогатая, такая красивая, в каком-нибудь современном, значит, модном стиле, что-нибудь вот такое, да. И спрашивается, возможно ли без пробелов, да, полностью без пустых мест замостить весь пол экземплярами одной и той же вот такой плитки, то есть беря, смещая, как-то совмещая вот эти вот друг с другом куски. И выясняется, что это чрезвычайно сложный вопрос математический, вот такой вроде как, ну проще некуда, да, задать его, очень просто. А решения для произвольных плиток просто нет никакого, то есть есть накопленные некоторые знания, ну вот скажем, берем треугольную плитку, любого вида, берем треугольник. Неважно, неважно, тупоугольный или остроугольный, или прямоугольный, вот. И всегда возможно вот такими плитками замостить. Как? Ну вот давайте попробуем, значит, как мы хотим, что нам хотелось бы сделать, да, чтобы было ясно, что замостить плоскость возможно. Ну-ка, какие будут версии в зале? То есть с какой стороны мы сейчас приставим? Вот здесь, да? Да, перевернем просто, перевернем ее. И следующий экземпляр приставим вот так. Получилась фигура, которая называется? Не, не обязательно. Четырехугольник, верно. Как? Ромб не обязательно. О, кто сказал параллелограмм, поднимите руку. Выше поднимай. Молодец. Значит, действительно, это получается параллелограмм. Это прямоугольник, у которого противоположные стороны параллельны. И этим свойством легко воспользоваться, если мы теперь вот так проведем две эти параллельные прямые. И просто будем смещать вниз этот параллелограмм. И делить каждый раз его на две плитки. Ну и потом всю эту полосу направо, налево, естественно, мы сдвигаем. Все у нас получится тогда. Все замостить получится. Так, хорошо. Значит, с треугольниками мы с вами разобрались. Любой треугольник годится в качестве плитки, чтобы экземплярами такой плитки можно было замостить всю плоскость. Сотрем эту ужасную фигуру сложную и нарисуем немножко более простую фигуру, но тем не менее годную для замощения. А именно фигуру, которая называется... Ну, квадрат это очевидно, да? Квадрат, что там замощать. А вот сделаем какую-нибудь не вполне очевидную фигуру. Давайте возьмем произвольный вообще, абсолютно произвольный четырехугольник. Даже чтобы... Вопрос, да? Утверждение? Что? Шестиугольник сразу? Нет, это чуть позже. Сейчас возьмем четырехугольник. Параллелепипед – это пространственная фигура. Ею можно замощать все пространство, как клетками такими. Но у нас вопрос плоскости. На, так сказать, на повестке дня вопрос плоскости. Вот я сейчас нарисую такой странный, очень странный четырехугольник. Видели такие четырехугольники? Называется невыпуклый. Невыпуклый. Треугольников невыпуклых не бывает, их нельзя даже нарисовать. А здесь бывает. А что значит невыпуклый? Как сказать это математически строго? Ну-ка, кто попробует? Что? По навигатору. По навигатору. Вот, смотрите, я сейчас нарисую два четырехугольника. Два. Визуально ясно, что они чем-то отличаются, правда? Кто может сформулировать? Ну-ка, там вот рука. Только громко, громче. Ну-ка, ну, четырехугольник, это день проведения линий. Четырехугольник, когда они едят через пять. Отлично, все верно. Все правильно, абсолютно верно. Значит, выпуклый не только четырехугольник, но вообще выпуклой фигурой называется такая фигура, что какие бы отрезки не проводить с точками внутри этой фигуры, весь отрезок всегда целиком будет лежать внутри этой фигуры. А невыпуклые фигуры это такие, что можно придумать какие-нибудь две точки фигуры, так что отрезок, соединяющий эти точки, выходит за пределы нашей фигуры. Вот совершенно строгое определение. Кстати, я не ожидал, что будет оно предложено, потому что, как правило, школьники заостряют внимание на углах. Когда я рисую, да, четырехугольник, то вот у этого четырехугольника все углы меньше развернутого угла, меньше угла 180 градусов. А вот этого четырехугольника, вы не поверите, но вот этот угол больше развернутого. Его приходится считать в эту сторону, а не в ту, потому что он должен быть, угол он должен быть как бы внутри самого четырехугольника, а не вне него. И у невыпуклого четырехугольника действительно есть угол вот так вот развернутый. И вообще для многоугольников невыпуклость равносильно тому, что есть один из углов больше 180 градусов. Ну в школе такие редко изучают, правда? Это уже высшая математика. Но совершенно верно, вот как тебя зовут? Матвей совершенно верно дал абсолютно общее определение выпуклости, что фигура выпуклая, если любой отрезок, который мы чертим с концами в этой фигуре, целиком лежит внутри нее. Ну и сразу видно, что вот здесь это не выпуклая фигура. Так вот, я взял вот такую плиточку, и я утверждаю, что на самом деле, какие бы здесь ни были стороны и углы, какие угодно, я все равно могу замостить свою ванную комнату, бесконечную во все стороны, свою плоскость. Копиями этой фигуры. Значит, как это сделать? Давайте воспользуемся тем же методом, который мы сделали с треугольником. То есть перевернем его и посмотрим, что получится. Вот если я разверну и нарисую здесь, то будет так. Эта сторона, как бы вот этот угол, да? Вот этот угол встанет сюда. Вот этот угол встанет сюда. Вот. И, соответственно, как накрест лежащие будут равны, прямые, значит, будут параллельны. Знаете, да, такую теорему? Ну, кто-то знает, кто-то еще как бы не... Может быть, в каком классе она изучается? Может быть, в седьмом, да? Вы в пятом. Ну, значит, вы уже ее знаете в пятом. Это прекрасно, вы ее узнали раньше. Да, вот. Значит, соответственно, эти... Ну, вы же видите, что это явно верно, да, что эти углы равны. Явно видно, да, непосредственно, что прямые будут параллельны. Вот. И теперь, значит, осталось сделать как бы то же самое. Вот этот угол сюда перенести, и вот эти две прямые будут параллельны. Вот. И вот этот угол сюда, и вот эти прямые будут параллельны. То есть я перевернул ее, и у меня получилась вот такая вот картиночка. Вот эти углы и вот эти углы равны. все противоположные прямые и параллельные. Ну и что мы дальше делаем? Дальше мы аккуратненько приставляем вот эту фигуру саму к себе, как бы, да? Вот так. Видите, да, что происходит? Вот, то есть я приставил ее вот так вот. Вот, и... Вот, да-да-да-да-да-да. И так далее. И пошла она, короче, туда крутиться во все стороны. Вот так вот. Ну и ясно, да, что мы можем это продолжать до бесконечности. Итого, что мы знаем пока? Что мы пока знаем? Пока мы знаем, что любая трех-четырехугольная плитка годится, годится нам для замощения плоскости. Пока это выглядит очень обнадеживающе, правда? Давайте теперь перейдем к пятиугольным плиткам. Пятиугольным. А какая самая простая пятиугольная плитка вообще? Какой самый простой пятиугольник, который только можно придумать? Какой? Трапеция. Это четырехугольник, извините. Звездочка. Звездочка. Это десятиугольник. Ромба. Это четырехугольник. Нет, здесь как бы надо, здесь как-то надо его назвать просто. Вот как я его назову? Ну, на самом деле он называется словом правильный. Правильный. Есть такой термин правильный многоугольник. Что такое правильный? Это все стороны равны, все углы тоже. То есть он такой полностью симметричный. Его можно вращать, переворачивать. А он не меняется. Он такой же формы, как был. Остается. Вот. Так вот, теперь вопрос. Получится ли у нас правильно вот такие вот, вот эта плитка, как вы думаете, правильный пятиугольник годится для замощения плоскости? Так. Кто считает, что годится? Поднимите руку. Так. Теперь опустите. Кто предполагает, что не годится? Так. Ага. Ну, хорошо. Давайте проверим. Итак. Что я должен сюда приставить? Ясно, что такой же пятиугольник, да? Ну, как бы, что еще, да? Могу представить сюда. Только такой же пятиугольник. Так. Сюда тоже. Сюда тоже. А какой вот это угол? Как узнать угол у пятиугольника правильного? Как? Нет, прямой у квадратика. Вот это прямые. А как вообще узнать угол? Что вы знаете про углы фигур? Транспортируем? У меня нет транспортира. Транспортируем. Что 180 градусов будет дает? Это у треугольника, да? Давайте воспользуемся тем, что у треугольника все углы в сумме дают 180. А сколько здесь треугольников? Три. Значит, сколько в сумме будут давать все углы пятиугольника? Громче. Да, молодцы. 540 градусов. Итак, сумма углов у любого пятиугольника равна 540 градусов. Какой угол у правильного пятиугольника? 108. Я слышал правильный ответ. Слишком тихий. Нужно было громче. Делим просто на 5, да? Если они все равны, значит делим на 5. 108 градусов его угол. А теперь поехали. 108. 108. А дальше что? 108. А сколько они в сумме? Три раза по 108 это сколько? 216. 216 два раза. А третий раз? 324. 324 градуса. Так. А сколько у нас развернутый угол составляет? Развернутый, простите, а такой вот полный охват? 360. 360. Значит, у нас получается, что вот здесь зазор, зазор в 36 градусов, куда ни один пятиугольник мы не сунем. Так что меньшинство было право. Меньшинство было право. В математике вопросы голосованием не решаются. Вот, те, кто подозревали, что пятиугольник не годится, были правы. Пятиугольник правильный не годится для укладки плоскости. И мы это строго доказали. Что хочешь сказать? Я что-то в этом сомневаюсь, потому что там у пчелиных сон, у них кто пятиугольник? У них шести. Да. Ну, а к этому мы еще потом перейдем. А пока вопрос. Да, вопрос. Ну, нам-то дана задача конкретно вот этими пятиугольниками правильными все умостить. И не получается. Однако, можно легко показать какой-нибудь пятиугольник, которым можно замостить плоскость. Копиями которого. Называется домик. Что такое домик? Ну, это квадрат и крышка у него, у квадрата есть. Как будем замощать? Перевернем и приставим, да? И с другой стороны. Всем понятно, да, что можно? Кремлевская стена. Вот это Кремлевская стена. Нижегородский Кремль, кажется, чуть-чуть больше даже нашего, да, московского? На 40 метров по длине, по длине ограды, если я не ошибаюсь. Я когда-то был на экскурсии. Экскурсовод очень гордился тем, что Нижегородский Кремль больше московского. Вот. Ну вот, стена Кремлевская, да? Мы ее переворачиваем, сдвигаем чуть-чуть. У нас получается полоса. Как только есть полоса, понятно, что есть замощение вниз-вверх. Итак, некоторые пятиугольники годятся для замощения плоскости. Некоторые пятиугольники не годятся для замощения плоскости. Вопрос, какие годятся, какие не годятся. Можно ли это понять? Вот я беру какой-нибудь пятиугольник. Ну, так наобум я его нарисовал. Вот. Ну, там, значит, тут какой-то алгоритм существует, довольно сложный, надо сказать, да, который дает способ понять конкретно вот этим, можно или нельзя, если прям продиктовать углы. Вопрос, да? Ну, тут вот, так сказать, какого-то простого ответа здесь нет. Есть просто некоторая такая библиотека пятиугольников, которыми можно замостить плоскость. Значит, история здесь очень интересная и увлекательная. Сто лет назад, больше, сто двадцать, по-моему, лет назад, сто десять лет назад, было известно восемь типов пятиугольников, которые годятся для замощения плоскости. Ну, вот здесь, например. Да, сейчас я расскажу про… Вот это вот, кстати, очень интересная фигура. Вот такой домик, его можно растягивать, как гармошку, да? Растянул, и получился вот такой домик, да? Тоже, конечно, можно замощать, да, плоскость. Потом можно, наоборот, крышу вытягивать, там можно делать разное соотношение между этими, значит. В общем, здесь есть… У этой фигуры, у домика есть несколько параметров, как можно их менять. И в рамках измененных параметров по-прежнему любая плитка, которая получается, когда я меняю параметры, она годится для замощения плоскости. То есть у нас получается, что есть целое многопараметрическое, там фактически трехпараметрическое семейство, если посмотреть. Но это в среднем классе не очень понятно, что значит многопараметрическое семейство. Вот. Но я имею в виду, что тут есть некоторые такие степени свободы. Можно так растягивать, так растягивать. И все еще можно замощать плоскость. Но вот это вот как бы считается одним типом, не разными типами, а один и тот же тип. Вот. И вопрос, какие еще есть типы, какие еще. Некоторые из них параметрические, некоторые прямо жесткие. Вот взял такой пятиугольник, чуть-чуть его, чуть-чуть его как бы изменил, его форму, изменил чуть-чуть углы и стороны, и уже замощение не выходит. Такие тоже бывают. И 110 лет назад было известно 8 таких видов. И некоторое время спустя было опубликовано доказательство. Или потом еще, по-моему, 9-е выдумали. И после этого, сейчас я вкратце, эта история, если хотите подробно, она в Википедии очень красочно описана, но я вкратце расскажу. Значит, примерно 100 лет назад было известно 9. Видов таких пятиугольников, которыми можно замостить, как плитками, значит, пол бесконечной ванной. Дальше было предложено доказательство, опубликовано доказательство того, что других нет. И доказательство это, ну, вопрос считался решенным полностью. Все. Но единственное, здесь требовалась выпуклость. Про невыпуклое вообще ничего. Про невыпуклое очень мало известно. Есть некоторые классы невыпуклых пятиугольников, невыпуклых шестиугольников, которыми можно замощать, но это очень далеко от полного описания. Если потребовать выпуклости, вот, то есть не допускать вот этих вот углов, да, больших 180 градусов, то, соответственно, про пятиугольники вроде как все было уже понятно 100 лет назад. И вдруг, спустя 30 лет после войны, некоторая женщина, мать пятерых детей, домохозяйка, живущая в Америке, Марджорин Райс ее зовут, звали. Нет, она еще жива, ее зовут Марджорин Райс. Присылает в американское матобщество десятый вид пятиугольника, который не учтен в предыдущих энциклопедиях этих фигур для замощения. И говорит, а как же ваше доказательство-то? Где же ваше доказательство? А ей пишут, ну, мадам, ну, нифига себе, извините за выражение, действительно, у нас ошибка, действительно, мы дошли в доказательство ошибок, ваш правильный абсолютно, это десятый вид, и вот где ошибка. Ну, мы исправили ошибку. Теперь все, теперь 10 видов, вам огромное спасибо, вот, ну, теперь все. Через год она присылает одиннадцатый. В общем, она их кошмарила, кажется, с 1955 по 1960 или даже 70, я точно не помню, она, это продолжалось пять раз подряд. То есть, чуть не до тысячи, в общем, знаете, посмотрите Википедию, это очень увлекательная история. Очень долго она досылала эти пятиугольники. Каждый раз, ну, уже где-то с 13-го, наверное, вида, уже даже никто не говорил, что доказательства есть, они просто говорили, спасибо вам большое, да? Вот, и с 1985 года, уже ничего не утверждая про то, что у нас есть доказательства, а там, понимаете, в чем проблема? Там, в этом доказательстве огромное количество каких-то уравнений, неравенств, там углы входят, стороны, очень сложно, проверять очень тяжело. Вот, и, соответственно, очень легко ошибиться. Ну, и вот, собственно, с 1985 года довольно долго было известно 14 видов, но не было никакого утверждения о том, что других нет. Вот, но уже как бы никто не утверждал, что доказательства существуют. И вот в 2015 году, что бы вы думали, произошло всего несколько лет назад, вы уже все в этот момент были рождены, да, в 2015 году, компьютерным перебором, очень умно организованным компьютерным перебором был найден 15 вид. То есть наука делается на наших с вами глазах, просто вот непосредственно в этой задаче, в такой простой задаче, прямо на наших глазах делается наука. Был придуман там вид пятиугольника, там описаны его углы, соответственно, стороны, все соотношения, да. Вот, и теперь мы знаем 15 видов пятиугольников. Да, последний вот этот компьютерный, он жесткий. То есть никакие его, а даже минимальные изменения невозможны без потери свойства, что можно замостить плоскость. То есть вот этим можно, а чуть-чуть поменялось соотношение сторон и углов, все, уже нельзя. Вот, и дальше заключительный аккорд этой истории, это в 2017 году некто, француз Мишель Рао, Мишель Рао, Рао, наверное, да, публикует доказательства того, что других нет. Но ему уже как-то никто не верит, даже никто не разобрал толком это доказательство, потому что уже помнят всю эту историю, когда решали доказательства. А у него такого же вида доказательства, длинное-длинное переборное доказательство. Но, тем не менее, он опубликовал статью, что 15 это уже все, есть ровно 15 типов, и никаких других плиток пятиугольных можно не предлагать, их не будет. Ну вот, уже прошло 5 лет, я еще не слышал, чтобы его доказательство было твердо установлено и принято математическим сообществом мира, я про это не слышал. Вот, но на самом деле я хочу сказать про эту задачу следующее. Эта задача еще не обрела свой метод. Математики обычно, когда долго над какими-то задачами думают, находят правильный способ думать об этих задачах. Вот были задачи про решение уравнений разных степеней, были задачи про построение циркулем и линейкой. В хороших программах математических до сих пор есть построение циркулем и линейкой. Они очень хорошо ставят голову, кстати, очень советую, если что, там, хотя бы на факультативах этим заниматься. Построение с помощью циркулем и линейки. Довольно много чего можно построить циркулем и линейкой. Некоторые вещи построить нельзя в принципе, и можно это доказать. И вот этот язык, доказательство того, что нельзя построить, и вообще язык построения циркулем и линейкой, разработала математика 200 лет назад. Оказалось, что это язык абстрактной алгебры, алгебрических структур и так далее. И такое впечатление, что в этой задаче еще мы не обрели язык. Когда у нас будет язык, вот эти огромные проверки уже не будут нужны. Будет как бы какая-то, так сказать, алгебраическая интерпретация происходящего, которая сразу нам все откроет, все секреты. Я не сомневаюсь в том, что в какой-то момент это произойдет. Здесь еще человечество не додумало до конца. Ну а завершая вот эту вот задачу, одну из моих просто любимых задач про плоской геометрии, я хочу сказать, что про шестиугольники, ну в общем известно еще меньше. Известно только три, по-моему, вида выпуклых шестиугольников, которыми можно замостить плоскость. Никто не утверждает, что есть какие-то доказательства здесь. Но один из выпуклых шестиугольников, которым можно замостить плоскость, вы уже здесь озвучивали, а именно... Нет, еще девятый был, ну девятый был там через день, я точно не помню историю, по-моему, девять лет было сто лет, девять раз было сто лет назад, девять пятиугольников. А потом она 10, 11, 12, 14 и дальше с большим перерывом был вот пятнадцатый. Вроде бы так, но надо, наберите маржерин райс и проблема там, проблема замощения этих угольниками, и вы сразу всю эту историю как бы в деталях изучите. Вот, а вот про шестиугольники, ну вот правильным шестиугольником, да, копиями правильного шестиугольника, все, можно замостить. И как было правильно отмечено, да, это пчелиные соты, ровно так устроены. Видел кто-нибудь из вас, когда-нибудь? Мед в сотах, да? Очень вкусный мед в сотах, да? Вот. Но приходится выплевывать воск все время. Вот она вот такая картинка, очень, так сказать, ну и так далее до бесконечности, да? А почему у пятиугольника ничего не вышло, а у шестиугольника все получается? Потому что этот угол равен, правильно, 120 градусов у шестиугольника. А почему 120? Давайте таким же методом попробуем решить. Вот у вас есть шестиугольник. Раз, два, три, четыре треугольника, правильно? Значит, какая сумма углов будет? Сто восемьдесят умножить на равно 720. А теперь, так как углов шесть, то семьсот двадцать градусов делим на шесть, и равно это 120 градусов. А 120 у нас, 360 это как раз, три раза по 120. Поэтому идеально, идеально вот этот вот круг замощается углами шестиугольника правильного, и получается такая, вот такая картиночка. И я ее не буду стирать, потому что я еще успею. У нас есть минут пять, да, еще до звонка, правильно? Вот. Я хочу вам рассказать про еще одну замечательную задачу плоской школьной геометрии, да? Которая тоже совершенно не решена до сих пор. В ней что-то известно, а что-то еще предстоит узнавать. Называется проблема хроматическое число. Плоскости. Что же за хроматическое число такое? А это вот что такое. Вот смотрите. Вот у меня есть четыре цвета, четыре фломастера разноцветных. Мне ставят задачу всю плоскость закрасить в какое-то количество цветов. Ну, например, в четыре. Но требуется, чтобы любые две точки на фиксированном расстоянии, ну, например, вот возьмем вот такое расстояние, да, или какое-то еще, это не важно, какое-то одно расстояние назовем фиксированным. И будем, ну, изготовим как бы такой, изготовим маленький такой деревянный отрезочек ровного такой длины. И потребуем, потребуем, чтобы если я этот отрезок куда-то положил на плоскость, как угодно, в каком угодно направлении, в каком угодно месте, то концы отрезка должны попадать в зоны разных цветов. Всегда. Вот такая задача называется задача поиска хроматического числа плоскости. То есть, еще раз, вы говорите, сколько вам нужно цветов, да, чтобы можно было раскрасить с соблюдением вот этого условия. А условия такое, любой отрезок данной длины, где бы вы его не положили на плоскость, концы имеет в территориях разных цветов. Разноцветные концы будут у него. Но давайте подумаем, что мы можем понять сразу здесь. Да. О, ты знаешь? Нет? Ничего себе. Вот это да. Матвей, да? Тебе надо заниматься математикой. Много. Значит, действительно, это правда семи цветов достаточно, и это известно. На сегодня закраска, я почему не стал стирать вот эту фигуру, потому что закраска как раз вот этими, вот эти шестиугольники служат закраске. Как бы, например, седьмой цвет, следующий попадет вот сюда. Вот это будет, например, зеленый, и вот этот будет зеленый. И смотрите, дело в том, что вот это две стороны шестиугольника по длине, правильно? Две стороны. Ну вот, если кто еще с этим не очень знаком, вот это все равносторонние здесь треугольники внутри, поэтому все стороны... Сторона шестиугольника равна расстоянию до центра. Это такая особенная фигура, особенная. И здесь вот две стороны как раз. А вот это расстояние больше двух сторон, на самом деле, корень из семи, извините за выражение, вы еще, может, не знаете, что такое корни квадратные, да? А кто-то, может, уже просто из любопытства это знает, да? Так вот, вот это вот расстояние равно корень из семи умножить на сторону. Это не очень сложная задача там для восьмиклассника или девятиклассника. Ну, как бы, вы должны немножко подождать, пока... Там тюрема синусов, косинусов, ничего особенного. Вот. В общем, суть в том, что вот это длиннее, чем это. Двойка – это корень квадратный из числа 4. 2 умножить на 2 равно 4. Вот. А корень из семи – это корень из семи. То есть он длиннее, чем корень из четырех, то есть двойка. Вот это вот. Ну, короче, вы и так видите, наверное, что это длиннее, чем это, да? Просто своим глазом видите. Вот. Даже без всяких корней. Ну и, соответственно, если у нас вот этот отрезок, который нам запрещен по длине, оказывается длиннее, чем 2, немножко совсем длиннее, чем 2, но все еще короче, чем корень из семи, то задача решена. Потому что куда бы вы его ни положили, внутри шестиугольника он не помещается, а от одного до другого не достает, поэтому концы всегда будут разноцветные. Так что семи цветов достаточно. А может быть, можно меньше? Хи. Назовем хи. То минимальное количество цветов, которое нужно, назовем хи. Знаете, что такое хи? Вы должны знать, у вас есть древнегреческий. Нет, это буква древнегреческая. Ну и вообще греческого алфавита дан буква. Вот. А здесь что? Что здесь? Ну вот прежде всего, смотрите, я изображаю на плоскости равносторонний треугольник, такой, что у него как раз сторона равна запрещенному расстоянию. Запрещенному, то есть, вот эти вот точки, они должны быть разноцветные. И эти тоже разноцветные, и эти разноцветные. Это означает, что цветов должно быть не меньше, чем три. Да, потому что двух недостаточно. Если бы мы попробовали два цвета красить, то в этой фигуре заведомо было бы две одинаковых вершины, одинакового цвета, и мы бы пришли к противоречию. Поэтому минимум три. Но на самом деле довольно просто показать, что минимум четыре. С помощью такой вот... С помощью следующей идеи, я сейчас быстренько, буквально две минутки, ладно? То есть, смотрите, предположим, предположим, что трех цветов достаточно. Предположим. Тогда вот эти две вершины любой такой фигуры, это ромб, вот это ромб, уже действительно настоящий, должны быть одного цвета. Потому что вот эти две оставшихся двух цветов, вот этот зеленый, например, это красный, это синий, да? Но тогда этот снова должен быть зеленый, потому что ему нельзя совпадать ни с красным, ни с синим. И получается, что в любом ромбе противоположные вершины одноцветные. Если три цвета. Но я могу повернуть ромб, вот так взять и повернуть его. Вообще могу его проворощать, и получается, что у меня вся вот эта окружность, она вся зеленая, вся, потому что она вся состоит из противоположных вершин ромба. Но ясно, что это противоречие, потому что вот вам отрезок, который лежит краями на окружности и все. Поэтому вот такое заведомо должно выполняться. И до 7 апреля 2018 года это было все, что мы знаем. Больше ничего не было известно. Мы знали, что количество цветов необходимое для закраски плоскости от 4 до 7. Но дальше пришел один дядя, его зовут Обри Де Грей. И увеличил оценку до 5. Доказал, что 4 цветов недостаточно. Это был фурор. Просто совершенный фурор, потому что он пришел из совершенно другой области. Геронтолог. Большинство присутствующих, как и мне, тогда это ничего не говорит. Геронтолог, я не знал такого слова, кстати, до момента, когда появился этот товарищ. Это человек, который изучает процессы старения. Но вот пикантность в том, что он сам был уже в принципе довольно-таки в годах. Типа моего возраста даже старше. А известно, что математика это дело молодых. Обычно продвижение только 20-30 лет делается, потом уже какие-то свои старые идеи доводят до конца. А вот он взял и 50 с лишним лет вышел на сцену и продемонстрировал там некие очень хитроумные какие-то соображения, которые привели к тому, что четырех цветов недостаточно. И я ему, мы с ним переписывались по этому поводу, я ему написал, что можно защитить вот по вашей науке геронтологии, можно провести апробацию вашей докторской работы, если вы настолько замедлили старение вашего собственного мозга, что все еще умеете делать такие доказательства в 50 с лишним лет. То есть единственная наука, в которой апробацией является математика. Апробация не наоборот, как обычно, математику и ее модели применяют на практике. А здесь апробацией, практическим применением науки геронтология служит то, что ты в 50 лет еще умеешь что-то строить такое красивое и сложное. Но он очень сильно поржал. В общем, на сегодня это все, что есть. Все. 5, 6 или 7. Мы не знаем. Задача открытая, задача абсолютно детсадовская по формулировке. И никто на свете не знает ничего больше про нее. 5, 6 или 7 цветов. На этом, пожалуй, завершаю. Спасибо всем за внимание и приглашаю всех подписываться на канал, пока еще не закрыли его. Но если закроют, мы будем работать все равно где-то на наших отечественных платформах. То есть мы никуда не денемся. Заходите. Ну и есть сайт, где 100 уроков математики. Всем очень рекомендую. В общем, присоединяйтесь. Удачи всем. Хорошей учебы. Субтитры создавал DimaTorzok